всем здравствуйте сегодня мы с вами попробуем установить магнитолу купленную в китае android 9 дюймов 2 гигабайта оперативки ну и много других ништяков которые мы я надеюсь увидим с вами процессе эксплуатации итак начинается все со снятия вот такого замечательного кармашка с чем я думаю справитесь без меня все что вам нужно будет это звездочка шестигранник сразу скажу автомобиль в комплектации подготовка под аудио то есть мы автомагнитола здесь не было с завода и тут хочу остановиться поподробнее магнитолу это я подключаю не в первый раз уже столкнулся со всеми сложностями вот эта фишка если внимательно посмотреть она с завода идет только с двумя проводами двухцветными черно-коричневый и розово-желтый так вот при первом подключении я обнаружил что питание магнитола не прерывается то есть она идет постоянное нету провода замыкающего с зажиганием питания автомагнитолы ну и тут я понял что предстоят некоторые доработки вот этот черный проводок он подпитан от блока управления зажиганием то есть он размыкает питание магнитолы когда ключ у вас из замка зажигания вынимается магнитола выключается без этого провода питание идет постоянно от аккумулятора что я думаю немногим надо на мой вопрос по телефону официального дилера мне ответили что ну раз нет магнитолы зачем этот провод то есть все по немецким чертежам как они сказали сделали у нас в калуге в чем я конечно сомневаюсь сильно ну да ладно доработка плевая много времени не занимает да и силы средств тоже обычный а c кабелек проводок который подпитывается от зажигания и соответственно на эту фишку выводится вот поехали дальше автомобиль volkswagen polo магнитола покупалась предварительно сфотографировав продавцу все разъемы он соответственно положил весь набор необходимых переходников начнем с переходничка на антенну вот штатный разъем в него мы подключаем наш переходничок так раз защелкиваем все готово это у нас вывод юсби юсби я вывел в багажник багажник в бардачок прошу прощения вот если посмотрите видно в принципе тоже геморрой немного бардачок снимается легко справитесь я думаю соответственно это у нас gps датчик который я тоже вывел на панель сбоку он у меня на торпеде ну в принципе и все поехали соответственно само подключение и так черный черную фишку это фишка у нас питание мы вставляем верхнюю я тут примотал немножко скотчем это коншина блок коншина он мне не нужен у меня нет мультируля просто чтобы не болтался собственно черную фишку мы включаем верхний разъем до характерного щелчка коричневую фишку это у нас аудио все мы включаем в разъем средний тоже до характерного щелчка так все у нас вставлено если посмотрите так можно уже подключать непосредственно к магнитоле так ну начнем мы с антенного разъема это у нас будет выглядеть вот так все хорошо все просто далее пойдем общий разъем он идет и питание у нас и соответственно звук включается вот сюда не промахнетесь до щелчка также кабель usb 2 usb что я вывел в бардачок подключаем а вот сюда ну и осталось у нас принципе gps датчик прикручиваем таким образом вот сюда и также вай-фай антенка она нам пригодится прикручиваем с противоположной стороны так все в принципе магнитола у нас подключена убираем все это аккуратно за нее вставляем наши четыре болта по бокам крепим можно слегка притянуть чтобы попробовать для начала работает все что мы тут сделали причем мы включаем зажигание и вуаля все у нас работает да с аута android сразу скажу где-то неделю я с ней покатался замечательная магнитола устраивает во всех отношениях android есть android не тормозит плавненько радио работает хуже чем со штатной антенной но работает затягиваем и 4 болта ну и надеваем рамочку да про рамочку хотелось бы сразу сказать не садилась она изначально пришлось немножко ее подпилить вот в этих местах если посмотреть то здесь были уголки 1 2 вот их пришлось над фельком подпилить ничего сложного справиться в принципе любой желающий таким нехитрым способом мы ее натягиваем немножко усилия и она у нас не зашла а почему кто знает да да не хочет садиться что-то вываливаться начала замечательно а а а а что-то сука вывалялась непонятно садись ну тебя нахуй ну вот в принципе все меню все приложения из google chrome из google chrome из play market устанавливается то есть не вопрос chrome вайбер youtube навигатор работает замечательно все что нужно в повседневной жизни все у нас тут есть спасибо за просмотры комментируем всего доброго